день добрый всем и то есть так как формат событий для меня новый или скажем так формат доклада или формат выступления да и название в общем-то спикер тоже интересны вот нужно попробовать себя в этом качестве но самого начала то есть сама тема которая была поставлена и тема которая называется радикальная открытость мне кажется что в самом этом словосочетании уже таится какая-то провокация с одной стороны есть понятие открытости которая как бы подразумевает в первом приближении некую терпимость или некую прямоту с другой стороны существует радикальность которая по всей видимости стыкуется с таким понятием как нетерпимость том числе поэтому каким образом это понять наверное нужно сначала ставить вопрос о понятиях и вернуться как минимум к следующему если мы говорим об открытости какой-то искренности или прямотели отсутствие лукавство то есть первом приближении то существует по всей видимости еще один формат и этот формат в большей степени как такой социальный социально культурный или политический когда открытость прочитывается как некая сообщительность или некая скажем так не тоталитарная ли не идеологическая система то есть в данном случае разговор идет скорее о каком-то сообществе людей или обществе в классическом понимании разговор идет об открытости как некой публичности мира и это та открытость которой достаточно долгое время по крайней мере европейская мысль пыталась так сказать прийти и реализовать ее на практике наконец существует третий формат той же самой открытости как бы в таком глубоком уже философском понимании это некая вовлеченность мир то есть некая открытость на уровне поиска на уровне так сказать возможности какого-то события, его осмысления и так далее. Но чаще всего мы такие слова, как стабильность или прогресс или открытость и так далее, однозначно зачисляем в кавычки глубокие позитивные факторы или нечто положительное, хотя на самом деле они такого смысла не имеют, потому что та же самая открытость, она немедленно нас выведет на другую последовательность, черенду понятий, которая будет связана с некой незащищенностью, некой уязвимостью, проницаемостью и так далее. В то же время, когда мы говорим о такой вещи, как радикальность, то естественно на горизонте сразу же маячит такое понятие, как радикализм, в большей степени состыкованный сегодня с понятием каких-либо радикальных, либо партий, либо организаций, либо группировок, либо религиозных направлений. И поэтому первую точку, которую здесь нужно поставить, нужно сказать следующее, что на сегодняшний момент мы не можем говорить о некой радикальной открытости, к которой стремилось в свое время, скажем, европейское просвещение. На сегодняшний момент мы говорим о нестремлении, о неком требовании открытости, которая существует в пространстве социального. То есть мы говорим о том, что открытость должна прочитываться не в каком-то уже классическом или историко-философском, или историко-культурном формате, а в контексте именно информационного общества. И прочитываться именно как требование. То есть разговор идет о том, что на сегодняшний момент режим открытости уже является неким признанным фактом. И поскольку он является фактом, то он становится, соответственно, форматом, он становится, соответственно, некой модой. То есть он является чем-то должным. И поэтому вопрос, наверное, стоит следующий. Если мы говорим о том следствием, чего явился этот режим открытости, то можно поставить вопрос о том, какими последствиями он, ну или грозит, или, по крайней мере, какие последствия он нам сулит. Во-первых, откуда появляется та открытость, которую мы сегодня воспринимаем как само собой разумеющаяся. Когда мы говорим об открытости СМИ, об открытости каких-то экономических сделок, о открытости, которую в большей или меньшей степени хотят навязать, предположим, каким-то властным структурам. Разговор идет о том, что, собственно, конец 20 века, по большому счету, это кризис так называемых пространств изоляции или время падения границ. То есть можно применять различную терминологию, смотря, так сказать, каким именам или каким концептам мы отсылаем, но, в принципе, они сходятся на одном. То есть технологии, которые возникают в конце 20 века и, соответственно, развиваются сегодня, они создают возможность настолько интенсивной коммуникации, что какие-либо границы, пределы ограничения, локусы, замкнутости, изоляции и так далее, они просто-напросто не работают. Но эта интенсификация коммуникации, понятное дело, что в первую очередь разговор идет об интернете, она рождает в социальном пространстве, можно сказать, две радикальности. Во-первых, это невозможность радикальных запретов, то есть невозможность замкнуть какую-либо общность, государство, страну или еще что-либо, то есть невозможность каких-либо железных занавесов или полностью автономии. С другой стороны, это возможность радикального контроля. То есть, если первое, оно не может не радовать, то второе, с другой стороны, не может не беспокоить. И то, и другое отсылает, опять же, и к технологическим возможностям, и к тому, что на сегодняшний момент является совершенно повседневным или обыденным. Но исходя из этих двух радикальностей, можно говорить и о двух пониманиях открытости, то есть не смешивая как бы два понятия и отсюда вынимая как бы новый смысл. Во-первых, есть открытность как незапретность, то есть открытость, которая подразумевает невозможность установления каких-либо запретов. С другой стороны, эта открытость, она в то же время является возможностью подконтрольности, то есть возможностью контроля. И тогда вопрос следующий. Какая разница между двумя форматами или двумя режимами или двумя модусами, как угодно открытости? И я бы предложил это прочитывать следующим образом. Первый вариант – это открытость чему-либо. Кому-либо или чему-либо. То есть, как пример, мы можем говорить о, например, европейской манере или, скажем, фундаментальной как бы европейской установке, которая называется распахнутость или открытость различным культурным влиянием, различным религиозным конфессиям, различным системам мышления, языкам и так далее. То есть, это открытость, которая подразумевает некий поиск, свободный открытый поиск, то есть несет в себе некую возможность принять, возможность принять нечто иное, нечто, кажущееся отличным от своего, то есть, скажем так, в самом широком смысле. Это открытость чему-то новому или открытость иному или открытость другому. И в данном случае открытость выступает как некая такая, ну, в кавычках, гуманитарная установка, то есть, некое основание, основание познания, основание, так сказать, строительства социальных порядков. И эта открытость, по сути, есть открытый вопрос, то есть, это некое бесконечное вопрошение, вопрошение о чем-то еще, что еще неизвестно. Второй вариант, который связан как бы в большей степени вот со второй радикальностью, то есть, возможностью контроля, это открытость для чего-то. То есть, открытость, которая несет в себе некую практическую значимость, некую технологическую составляющую, то есть, не является целью самой по себе, но предназначена для чего-то еще. И тогда мы попадаем именно в тот формат, который больше всего на сегодняшний момент нам и виден, и слышен, в первую очередь, благодаря средствам массовой информации. Если мы говорим об открытости для чего-то, то она является, если не способом жить, то, по крайней мере, инструментом каким-то образом себя показывать. И тогда эта открытость работает как выставление себя на всеобщее обозрение. То есть, некое обнажение, открытость как, ну не то, что не сокрытость, но, скажем, даже больше не прикрытость. Некое обнажение всего, что может входить в категорию постыдного, предположим, или повседневного, или неоригинального. То есть, таким образом строится любая, так сказать, телевизионная система, любое шоу, любой показ себя в тех подробностях, которые, строго говоря, ничем оригинальным или ничем уникальным не отличаются. Естественно, что эта открытость, она подразумевает некую потерю интимности или, скажем так, некую потерю приватности. У человека не существует каких-то вещей, о которых, казалось бы, нельзя открыто говорить. Хорошо это или плохо, я скорее склоняюсь ко второму. То есть, человек на самом деле находится в режиме, современный человек, когда граница между публичной сферой и личной сферой, она настолько размывается, что, в принципе, ничего личного, то, что не может быть передано публике, не остается. Более того, эта открытость, она связана с таким форматом, как обнародование или, как мы чаще говорим, публикации. То есть, никакой укромности, никакой частной жизни, никакого не предназначено для публикации, вообще не мыслится. На сегодняшний момент любая, скажем так, то, что называлось в старом языке, любая сплетня является основой того, что называется информационный блок. И, наконец, можно сказать, что это открытость, как оповещение о себе. То есть, это некое такое достаточно, с одной стороны, гибиционистское, с другой стороны, нарциссическое размахивание в воздухе рукой с криком «Я существую». То есть, попытка привлечь внимание к самому факту собственного существования, зачастую, в общем, не имеющая никакой ценности самого по себе. И в этом случае, как бы, вот этот вот второй вариант открытости, его можно квалифицировать как некая, так сказать, не гуманитарная установка, а некая массовая постановка. То есть, некое уже действие с элементами шоу и театральности. То есть, это некий эффект осведомленности. И оно заключено, и эта открытость заключена не в том, что человек постоянно вопрошает, а в том, что он бесконечно отвечает. То есть, это некое интервью, которое, строго говоря, не в этом интервью интервьюируемый, не задается вопросами о чем-либо. Он просто бесконечно сообщает о себе. И, понятное дело, что радикальность вот этого первого толка, она не является приметой нашего времени. То есть, любое, как бы, свободное мышление, любое философствование, оно, так сказать, рассматривает такую открытость, как и способ мышления, и условия, и историю. А вот радикальность второго толка, вне всякого сомнения, на сегодняшний момент штука значимая или знаковая. Потому что открытость второго рода, если она рассматривается как факт, как формат и как то, что существует и требуется, то есть требует само себе, оно представляет собой уже некую форму такого, как бы это сказать, диктата. Но диктата такого достаточно благообразного, то есть мягкого, спокойного, комфортного диктата, который именно подменяет и смешивает два понятия открытости. То есть, эта открытость уже не столько радикальна, или, скажем так, она радикальна в том смысле, что она не знает предела, но она превращается в открытость тотальную. То есть, она подчиняет себе все сферы жизни, независимо от того, как они могли быть маркированы ранее. Если мы говорим о тотальной открытости, то придется прибегнуть к нескольким метафорам. То есть, это, можно сказать так, это состояние, которое раскладывается на три красивых положения. Во-первых, тотальная открытость означает состояние человека, когда ему нечем крыть, вот так вот скажем. То есть, нечем крыть, это, следовательно, нет возможности перевести какие-либо аргументы, какие-либо рациональные суждения, то есть, это вообще угасание самой способности суждения как таковой. И, соответственно, включение в, как это сказать, в, но дискурсом это не назовешь, но, скажем так, в пространство говорения, включение того, что сейчас привычно называется лайком. То есть, операторы нравятся вне какого-либо суждения, вне какого-либо анализа, вне какого-либо знания и вне какого-либо основания собственного мнения. То есть, некое нерассуждающее мнение и в этом режиме можно сказать так. Каждый открыт каждому с доверительной глупостью, ибо мнение, собственно, не требует никакого конкретного знания. Вопрос второй, или, скажем, аспект второй этой тотальной открытости, это, ну, так сказать, метафора вторая, это нечего скрывать. То есть, у современного человека, строго говоря, если мы говорим, что потерян формат интимности, то скрывать ему нечем, он может вывалить на гора все что угодно. И нечего скрывать – это тот самый эксгибиционизм, который, так сказать, проявляется в следующем. Человек радостно сообщает все сведения о себе, кому попало, даже безадресно, без какого-либо принуждения. То есть, он доносит на самого себя или доносит о самом себе, испытывая радость от самого процесса доносительства. То есть, это некий, так сказать, режим открытости, когда каждый открыт каждому подчеркнуто нескромно. То есть, каждый рассказывает кому угодно о самых, так может быть, внутренних своих вещах или тех вещах, которые в старые добрые времена относились в сфере уж совсем интимных и приватных. И, наконец, третий формат этой тотальной открытости – это то, что называется «негде укрыться». Это означает как бы новую систему контроля, или точнее, даже какого-то самоконтроля или автоконтроля, где, строго говоря, не существует различие между контролируемым, контролирующим. То есть, каждый каждому открывается как контролер или контроллер, скажем так. То есть, по большому счету, каждый человек, он, любимое сегодняшнее слово, он мониторит или контролирует общий поток информации, независимо от того, от кого она идет, кому она идет и кому она предназначена. Поскольку информация не предназначена никому, она открыта, поскольку каждый в режиме тотальной открытости может ее контролировать, то существует просто полный контролинг. Тут можно даже побаловаться и сказать, что троллинг и контролинг соединяются вместе. И тогда получается так, каждый каждому контролер, а что это значит? А контролер в себе соединяет как бы сразу три аспекта. Во-первых, он, без всякого сомнения, информатор, ибо он информирован и информирует. То есть, по другими словами, он, наверное, и свидетель, и доносчик одновременно. В то же время он одновременно является, так сказать, полицейским, ибо он и исполняет что-либо, и надзирает, в том числе, так сказать, неважно за кем. И, наконец, он всегда является подозреваемым, ибо о нем информация может быть истолкована каким образом, и он может дать любой повод об истолковании, так сказать, любой информации, опять же, любым образом. Тогда возвращаемся опять же к тому же самому словосочетанию. У нас радикальная открытость создает очень интересную схему, и схема эта заключается в следующем. Если открытость становится не стремлением, не тем, что пытаются достичь, или не тем, что пытаются построить, тогда она становится тем, чем пользуются. И, следовательно, каждый человек, который находится в этом, кавычке, открытом состоянии, открыто выражающий свои комменты в социальных сетях, открыто, предположим, показывающий свои срамные части в каком-нибудь телешоу, суть, так сказать, он в данном случае пользуется тем, что есть, не создавая ничего нового. То есть, по большому счету, подобное требование открытости является требованием примкнуть к какому-либо сообществу, примкнуть к какому-либо группе или к какой-либо манере примышления, к какой-либо стране, политике, футбольному клубу, цвету волос, киноартисту, книге и так далее. Примкнуть можно очень просто, не думая, лайкнув. Более того, если мы говорим о требовании примкнуть, то это, по большому счету, уже процедура принудительная, потому что на сегодняшний момент понятие открытости выходит в сферу этики поведения. И человек, который не ведет себя открыто, рассматривается как человек, который, ну скажем, мягко враг обществу. То есть, некое принуждение к сообществу или некое принуждение к открытости входит как раз в понятие вот этой вот радикальности. Но тогда приходится сказать следующее. Кто принуждается или кто принуждаем или кто принуждает к этой открытости? Никто. Строго говоря, не существует какого-либо индивидуума, который производит определенные качественные собственные свои действия. Его нет. Существует некая среда. И в этой среде существуют элементы, которые функционируют с разной степенью открытости. Причем именно функционируют, то есть пользуются теми возможностями, которые в этой среде существуют. И тогда нам нужно говорить не об открытости человека, не об открытости мышления, не об открытости бытию, Об открытости будущего. Это все нужно отодвинуть на второй план. Нужно говорить о некой открытой среде, в которой существует так называемый открытость-контроль или некий, так сказать, нормальный модус поведения, где ненормальным является не открывать о себе все, что можно, а можно все. И в этой открытой среде у нас не существует открытых людей. То есть то понятие открытого человека, который говорит правду, не может существовать в режиме, когда критериев правды не существует вообще, а существует только мнение. Более того, вот эта вот открытая среда является открытой средой, как мы сказали, контроля. И основная, так сказать, функция или операция, которая в этой среде происходит, это сбор сведений. То есть это постоянное тестирование, опросы, интервью, выяснение общественного мнения, статистика, какое количество людей заходили на какие сайты или за какую сборную болеют. Более того, эти люди не выступают не конкретными людьми с конкретными качествами, они выступают голосами, электоратом, населением, количеством. То есть никакие качественные характеристики в данном случае не работают. И еще один довод как бы в пользу того, что мы имеем дело не с открытостью людей, а с открытой средой, скажем так. Разговор идет о том, что в открытой среде не преследуется умножение знаний. То есть умножение знаний не является синонимом умножения информации. Если внимательно смотреть, каким образом работают пресловутые системы массовой информации, количество сообщений или фактов, которые обрабатываются, предельно мало, в то время как количество интерпретаций или перепостов радикально велико. Следовательно, у нас при минимальном, необходимом для человека знании, а минимальным знанием на сегодняшний момент является знание, как зайти в метро и как позвонить по мобильному телефону, потому что все остальное можно будет, или как выйти в интернет. У нас идет умножение операций обработки вот этого вот минимума знаний. То есть умений, на самом деле, которые появляются в режиме нормальной человеческой открытости, которая связана с каким-то образованием, каким-то творчеством, по большому счету нет. Поэтому, что можно сказать в завершающем варианте? Сегодняшние разговоры о глобальной безопасности отсылают к некоему понятию, видимо, глобальной небезопасности, которая возникает в то же время от того, что, по всей видимости, исчезают ранее существовавшие системы защиты. Они исчезают, по всей видимости, в результате того, что открывается то, что было закрыто. Мы попадаем в замкнутый круг. Как только мы говорим о глобализации, мы говорим о глобальной безопасности, мы говорим о глобальных вызовах, глобальных угрозах, которые возникают именно в тот момент, когда некие, так сказать, символические границы, они просто-напросто исчезают. И с одной стороны, радостная и интенсивная коммуникация, которая всех нас привлекает, по всей видимости, уже вошла в нашу плоть и кровь. С другой стороны, наверное, обидно любому человеку, который способен думать и способен изменяться, оставаться просто в режиме, так сказать, обычной гламурной лайки и функционировать только в режиме комменток, как сказать, безымянного коммента к безымянной информации. И, наверное, поэтому, если говорить о какой-то задаче или о какой-то перспективе, как бы это сказать, то есть человеку, наверное, нужно все время отдавать себе отчет, в какой из своих действий он играет роль элемента среды, а в каком случае он выступает действительно каким-либо автором или творцом. То есть, наверное, человеку необходимо создавать какие-то новые зоны или сохранять за собой какие-то зоны приватности, для того, чтобы полностью не раствориться, так сказать, в себе подобных. По всей видимости, нужно человеку на сегодняшний день, как сказать, изобретать какие-то технологии выделения себя из этой открытой среды, то есть какого-то, видимо, сдерживания себя или замыкания себя в каких-то вещах, замыкания себя на другом человеке, на творчестве, на какой-то мысли или на какой-то, так сказать, задачи. И, наконец, наверное, само по себе приверженность вот этой вот открытости для, то есть такой технологической и практической, оно, я так думаю, оно пагубно само по себе, потому что в том случае, если оно полностью перечеркивает вот эту вот открытость чему-то, чему-то неведомому или неизвестному. То есть, если подвести резюме, то я бы предложил такую, как бы, формулировку. На сегодняшний день мы стоим перед таким фактом, что в режиме вот этой тотальной, радикальной открытости, диктаторской открытости, у нас открытость становится обязательным условием нашего существования. То есть, если на сегодняшний день еще никого не штрафуют за выражение лица, если еще никому не применяется санкции за то, что не сообщает о себе полностью всю информацию в социальных сетях, то и пока что еще никто не получает бонусы за то, что сидя в автобусе он рассказывает свои интимнейшие подробности так громко, что могут слышать даже, так сказать, весь остальной салон, то, наверное, вот этот режим обязательной открытости, его нужно каким-то образом, если не конвертировать, то, по крайней мере, сдвинуть в режим открытой обязательности. То есть, когда человек не чувствует себя обязанным быть открытым, а наоборот, выстраивает какую-то систему своих символических обязанностей самостоятельно для себя в открытом режиме, то есть, в режиме поиска того, что он обязан, независимо от того, что ему рассказывают как обязы. Приблизительно так. Есть такой человек в Харькове, Макс Бурзов, и здесь в зале есть люди, которые наверняка его знают. И он поделился открытием, что шведские полицейские дорожные, каждый из них ведет свой твиттер-аккаунт. Они обязаны вести свой твиттер. То есть, мы видим исполнительную власть, которая использует социальную сеть для своих служебных целей. Насколько оправдано то, что люди, чиновники, должностные лица, сегодня используют твиттер для того, чтобы рассказывать не только о ситуации на дорогах, но они там пишут все, и как им скучно сидеть в машине, и какой кофе холодный и так далее. Ну, тогда продолжение темы. По поводу твиттера и всего остального. Я приведу буквально несколько известных очень фраз, по крайней мере, те, которые постоянно на слуху. Идет борьба, борьба, конечно, в кавычках, за прозрачность действий власти. Прозрачность подразумевает непонятность, потому что специалистов вопросов экономики и юриспруденции намного меньше, чем наблюдателей. Прозрачность подразумевает возможность контролировать власть. То есть желание тотального контроля исходит, собственно, от массы. Причем она каким-то образом считает, что если у нее есть возможность наблюдать за властью, то у власти нет возможности такой же тотального контроля за ней. Каждый человек, находящийся в твиттере, как и было сказано, он не является контролирующим или контролируемым. Он находится в режиме как бы контролинга как такового. Поэтому полицейские, которые решают свои производственные задачи, или я, который решаю свои производственные задачи, я точно так же подконтролен, причем как тем полицейским, так и они мне. Вопрос о другом. Вопрос о том, что когда мы говорим о ясности, предположим, законодательства, прозрачности экономических сделок, или там понятности, предположим, какого-то, не знаю, правосудия и так далее, то получается абсурдная ситуация. Не специалисты хотят мониторить деятельность специалистов, то есть не обладая знаниями, тем и менее иметь формальную возможность контроля. Но это абсурд. Абсурд, потому что этот контроль, кроме просто контроля, не имеет никакого содержания по существу, скажем так. Если полицейские обязаны иметь страницу в Твиттере, то таким образом они демонстрируют ту самую обязательную открытость. Они должны продемонстрировать себя как людей открытых, однако количество людей, которые знают, как должен себя вести полицейский, знают уголовный кодекс и так далее, по сравнению с теми людьми, которые читают их сообщения в Твиттере, я думаю, ничтожно. Поэтому вопрос этой открытости, он на самом деле несколько симулятивен. То есть мы показываем себя как открытых, значительно скажем так, но если мы из себя действительно представляем какого-либо специалиста, то как это неодетично звучит, мы как раз неинтересны. Мы интересны в тех вопросах, которые понятны всем. Когда мы рассказываем о собственном геморрое, когда мы рассказываем о собственных коммунальных платежах, о неприятностях в семье, то есть все то, о чем рассказывают во всех телепередачах типа дома и так далее, тогда мы интересны, потому что там ничего знать не надо. У каждого существуют те же самые органы в теле, те же самые заболевания, и в конце концов каждый ляжет в ту же больницу и в ту же могилу. Но как только дело доходит до чего-то специального, весь этот мониторинг или контроль превращается в чистую формальность, которая на самом деле реализуется просто как система контроля. Но как показывает практика, когда человека спросят, хочет ли он, чтобы его контролировали, он сразу говорит нет. Но покажите мне, какое количество людей отключает кукисы, когда они заходят в интернет. То есть по большому счету каждый человек и какое количество людей сообщает о себе больше, чем их об этом просят. Более того, не просят никого. Вот в этом как бы и заключается абсурдность. Будь то полицейский, будь то президент, который в Твиттере делает вид, что он человек открытый, но на самом деле просто-напросто исполняет обязательный танец в зоопарке, где, собственно, каждый сидит в своей клетке как специалист. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...